Контроль качества продукции, допускаемой компанией ArtLife, осуществляется специализированным подразделением, которое называется отдел контроля качества. Отдел контроля качества, независимо от других структурных подразделений и аккредитованы федеральные службы по аккредитации. Независимость лаборатории – это гарантия нашим потребителям, что все проведенные испытания выполнены верно и при принятии решения не оказано давление со стороны производственных подразделений. Контроль качества состоит из нескольких этапов. Первый этап – это разработка критериев приемки исходного сырья, готовой продукции, упаковочных материалов. Второй этап – это тотальный входной контроль исходного сырья. Все и все серии исходного сырья, которые поступают на наше производство, контролируются в отделе контроля качества. В случае, если каким-либо критерием выявлено отклонение, сырье не допускается в работу, врагуется и возвращается поставщику. Сырье, которое соответствует критериям о качестве, допускается в технологический процесс. Третий этап – это контроль производственной среды. К объектам производственной среды относятся помещения, технологическое оборудование и персонал. Данный этап контроли проводит инженер-микробиолог. В своем арсенале инженер-микробиолог использует несколько тестов. Это визуальный контроль, анализ смывов и микробиологический мониторинг воздухопроизводственных помещений. От опытного взгляда инженера-микробиолога не ускользнет ни одно нарушение. Качественно ли подготовлено к работе помещение? Хорошо ли очищено технологическое оборудование? И отдельное внимание инженер-микробиолог уделяет внешнему виду персонала, ответственному за процесс. Правильно ли одета у него шапочка? Заправлены ли волосы? Чисто и аккуратно ли у него технологическая одежда? Особое внимание мы уделяем гигиене рук. Перед началом технологического процесса каждый сотрудник моет руки с мылом и обрабатывает их дезинфицирующим средством. При работе с продуктом все сотрудники используют одноразовые защитные перчатки. Сотрудникам, работающим в производственных подразделениях, запрещено использование косметики, накладных ресниц и лака для ногтей. Четвертый этап является не менее важным. На данном этапе проводится контроль промежуточной продукции, которая относится к капсулам, таблетке, смеси. По завершении данного этапа отделом контроля качества дается допуск для фасовки и маркировки продукции. По завершении процесса фасовки и маркировки осуществляется заключительный этап контроля, на основании которого готовая продукция пускается в реализацию нашим потребителям. Также немаловажным этапом является отбор архивных образцов. От каждой промышленной партии мы отбираем несколько образцов, которые являются арбитражными. Они хранятся у нас на специальном складе, в контролируемых условиях. И в случае, если от вас либо от потребителя поступают какие-либо вопросы, либо рекламация к качеству, мы поднимаем данный образец, проводим его контроль и даем вам мотивированный ответ. Каждая единица потребительской упаковки содержит надпись «Система менеджмента качества и безопасности соответствует стандарту ISO 22000 и GMP». Стандарты ISO и GMP – это международные стандарты, гарантирующие качество и безопасность выпускаемой продукции. Данная надпись является гарантией для наших потребителей, что все процессы, которые протекают в компании ArtLife, находятся в контролируемых условиях со стороны службы качества и также ежегодно проверяются независимыми экспертами и аудиторами от международного органа по сертификации. При производстве биологически активных добавок компания ArtLife внедрила и успешно реализует в своей деятельности правила, надлежащие производственной практике, сокращенно которая называется GMP. GMP – это гарантия нашим потребителям в проставке качественной и безопасной продукции. Существует несколько принципов GMP, я остановлюсь на нескольких важных принципах. Первый принцип – это постоянное совершенствование. Данный принцип основан на модернизации производства, внедрение новых технологий, внедрение новых единиц оборудования, расширение производственных и складских помещений, совершенствование технологий производства и контроля качества. Второй принцип – это вовлечение персонала и гигиены персонала. Немаловажным фактором при производстве качественной продукции является гигиена персонала, поэтому компания ArtLife уделяет этому факту большое внимание. Наши сотрудники проходят периодическое обучение по правилам личной гигиены. Также сотрудники проходят ежегодные медицинские осмотры. Кроме этого, ежедневно каждый сотрудник перед началом рабочей смены вносит запись в журнал «Здоровье». Тем самым он подтверждает, что у него отсутствуют острые респираторные заболевания, кишечные инфекции, либо повреждения кожи. В случае, если у сотрудника присутствуют вышеуказанные симптомы, к работе он не допускается. Третий принцип правил, надлежащий в производственной практике – это помещение, оборудование, инженерные системы. Производственные помещения компании ArtLife оснащены надлежащим образом. Стены, потолок и пол покрыты покрытием, которого держат многократную очистку дезинфицирующими средствами. Также для удаления труднодоступных мест, места соединения пола и стен имеют скругление. Тем самым отсутствуют места скопления пыли и нежелательных факторов. Технологическое оборудование, на котором осуществляется выпуск готовой продукции, выполнено из нержавеющей стали. Данный материал является инертным, не ассорбирует на себе компоненты смесей, легко подвергается очистке. Это дает нам гарантию, что компоненты от предыдущего продукта не переходят в следующий. Также все производственные помещения оснащены приточной вытяжной вентиляции. Это гарантирует постоянный микроклимат в производственных помещениях и чистый технологический воздух. Четвертый принцип обеспечивается наличием в структуре компании ArtLife независимого испытательного центра отдела контроля качества.